Здравствуйте, друзья! Письмо зачитаю. Мне 25 лет, родом я из Белоруссии. В 2009 году, 18 лет, переехал в Польшу. 7 лет назад, хорошо. Являюсь гражданином Венгрии. Знаю как? Венгрии по происхождению. От 2013 года. В Польше уже имею ПМЖ. И через 3 года могу получить также польское гражданство. Это имеет для меня уже скорее символическое значение, так как люблю страну, язык, людей, города. Имею образование гуманитарное. Образование получал для иммиграции. Первоначально поступил на польскую филологию для переезда. Через год сменил факультет на венгерскую филологию для изучения венгерского. И его закончил. В 2013 году переехал в Краков для обучения в магистратуре на том же факультете. Между тем, нашел работу в финансах. И от обучения отказался. Дело в том, что Восточная Европа, особенно Польша, в настоящее время рай. Рай для людей, знающих иностранные языки. Корпорации переносят сюда финансовые процессы. IT-помощь, поддержку, наверное, да? И прочее. Аутсорсинг. Работаю в финансах уже два года. Зарплата очень хороша для Польши, для моего возраста и для образования. Около 1100 долларов после уплаты налогов. Это у них хорошая зарплата. Мне кажется, что этот бизнес не перспективен, так как по истечению нескольких лет процессы переносятся в Индию и подобные страны. Кроме того, я не чувствую, что получаю неконвертируемые навыки. Неконвертируемые. Между тем, заинтересовался программированием. На работе пишу макросы в Excel. Ну, молодец. Программируем. Мне это можно назвать с большой натяжкой. Это правда. Самостоятельно изучаю основы Java. Почти закончил самоучитель Headfirst Java. Уже купил самоучители Headfirst Design Patterns и Teach Yourself SQL in 10 Minutes. Сильная вещь. Надеюсь, что после самостоятельного изучения этих основ найду Junior Java Development позицию, разумеется, менее оплачиваю. Кажется, что это очень интересно и креативно. Я хотел бы себя с этим связать. Планирую получить формальное образование. Хочу сейчас поступить на заочную форму обучения. Занятия во все выходные, от утра до вечера. Бакалавр Computer Science займет 8 семестров. То есть мне будет 29 лет во время окончания. И в лучшем случае я буду иметь несколько лет опыта. Но это уже план. В возрасте около 32 лет я хотел бы переехать в Австралию или Канаду. США не рассматриваю. Иммиграция в США – это лотерея. Или комбинация различных виз. И это практически невозможно планировать. О как. Мой план – получить формальное образование в Польше. Несколько лет опыта в это время. Получить несколько лет, около двух, опыта работы в Германии, Швейцарии, Австрии. Изучаю немецкий. Попробовать эмигрировать в Австралию по официальной программе. Если окажется невозможным – в Канаду. Что касается Австралии и Канады, есть нюанс. Что Австралия считает опыт строго после получения образования. Молодцы. А Канада, насколько я осведомлен, так формально к этому не подходит. Однако иногда задумываюсь, не проще ли было бы взять кредит на дом, о как, на несколько десятков лет, уповая на судьбу, и смириться с тем, где я есть. Это имеет некоторые плюсы. Например, родители живут в соседней стране. Родители девушки будущей жены в Польше. Также это инвестиция. Но такое решение, как бы я ни любил Польшу, кажется тупиком. И отказом от мечты. Не могли бы вы оценить, насколько я трезво подхожу к жизни? Я понимаю, что могу переехать в любую страну Европейского Союза. Но все же хотелось бы в Австралию. Или Северную Америку. Да, сейчас будем обсуждать. Ну что, друзья, давайте мы обсудим. Сегодня день пасмурный такой относительно. Я могу камеру на себя направить. Так проблема, знаете, у человека в том, что он, с одной стороны, не определившись какой-то, вот он мечется. Вроде он гуманитарий такой, польская филология, венгерская филология, немецкий изучает. И так ему вроде дается, у него способности в этом деле. С другой стороны, он как бы разносторонне одаренный. То есть вот он там макрос, сходу так взял, книжку по джаве, книжку по джаве, еще что-то. То есть вот он как бы такой талант много, а определенности в жизни нет. Вот его как-то ветром каким-то таким несет. То есть он не задавался вопросом, там, что со мной будет через 5 лет, что со мной будет через 10 лет. И на самом деле, если вы вспомните себя, там, скажем, в возрасте 17-18 лет, то, наверное, вы тоже не очень задавались. Я так точно. Но в 25 уже пора бы. Тем более уже девушки, вот, жениться собираются, и уже какая-то другая мера ответственности по жизни. Не говоря уже о том, что, ну, как бы, желательно все-таки в чем-то, в чем-то, профессионально быть на каком-то хорошем, серьезном уровне. Можно быть очень хорошим там специалистом по венгерской филологии. И если преподавать в университете, например, или там академическими исследованиями заниматься. Есть люди, которые этим занимаются, живут, и польской филологией, да. Вот. Поэтому это тоже профессия. Я не хочу сказать, что это что-то такое не стоящее, там, скажем вы, или там несравнимое вот с, там, программированием на джаве. Нет. Есть люди, которые очень успешны в этом. Абсолютно в любом виде деятельности человеческой. Очень успешны. Но он должен выбрать для себя какой-то путь. И вроде у него уже есть образование, но он думает, не получить ли мне там по компьютер-сайенс теперь образование формальное. Еще поработать. Значит, там потом уехать. И вопрос такой меня, например, озадачивает. То есть, вот он уедет, допустим, в Австралию. И а чего там в Австралии? Ну, то есть, я понимаю, что если ты в Казахстане живешь, это один разговор. Или там, я не знаю, там где. Я уже не говорю там про Донецкую область. Но, послушайте, ты же живешь в Польше. У тебя венгерское гражданство. У тебя сейчас будет польское, если ты хочешь. Ты можешь жить в любой стране Евросоюза. Чем, например, я не знаю, Австралия лучше Великобритании? Или Ирландии? Или Швеции? Или, я не знаю, там, Франции? Чем Австралия лучше? Я вот этого понять не могу. И это нужно пройти какой-то иммиграционный процесс. Это нужно несколько лет жизни угрохать в то, чтобы оказаться в итоге в Австралии. И я не хочу ничего плохого сказать про Австралию. Не дай бог. Я очень хорошо отношусь к Австралии. Я просто хочу сказать, что переехать в Австралию из какой-то такой страны, неевропейской, скажем, это как бы некий рост. То есть ты из определенного уровня переходишь на следующий уровень. Но когда ты уже на этом уровне, то а куда ты переходишь? Ты из чего? Просто англоязычности тебе не хватает, что ли? Чего тебе не хватает? Я даже не знаю, я не знаю, чем Австралия реально привлекательна. Это же не Евросоюз. Там не такая мощная экономика. То есть экономика Австралии рядом с экономикой Евросоюза просто ничто. Маленькая такая экономика. Я уже не говорю, что ты находишься на отшибе. Вот поехать куда-то... Знаете, у меня случай был, я расскажу. Мы со Светой поехали в Мюнхен на Октоберфест. Ну, это было там сколько-то лет назад. И подумали, давай-ка мы заедем в Лондон, там, значит, побудем недельку в Лондоне, а потом на недельку в Мюнхен. У нас был такой длинный отпуск. Мы можем себе позорить, мы люди так, в бизнесе, мы любой продолжительности можем себе отдых наметить. Хорошо. Будучи недельку в Лондоне, мы думаем, а у нас дружбан живет, мой не одноклассник, но по школе товарищ, на год моложе меня, значит, он живет в в городе Лимерик, в Ирландии. Вот тут мы недавно делали видео, встречались с блогером одним в онлайне, и вот он аспирант, вот это вот, самого моего одноклассника, был его аспирантом. Так вот, думаю, заедем. Заехали. Ну, мы у него там заночевали, ну, два дня так, побыли, вечером улетели в Лондон. Да, и этот товарищ, он прожил в Австралии лет 10, то есть он закончил там физтех, то есть учился в Москве в школе, потом закончил физтех, потом как-то вот так границы открылись, уехал в Австралию, гражданин Австралии, вот, а потом у него было на выбор либо в Лос-Анджелес, его приглашали, либо вот в этот Лимерик. Он туда-сюда поехал, посмотрел, и как бы понял, что на те деньги, которые платит профессор в университете, ему в Лимерике комфортнее. Вот он уехал в Австралию, в Ирландию, и, то есть, австралийскую жизнь он как бы представляет. И он мне говорит, а какой у тебя план поездки? Я говорю, вот едем в Мюнхен сам, заехали в Лондон, оттуда скачали к тебе. И он говорит, ты знаешь, говорит, ты путешествуешь как австралиец. Я говорю, а чего австралиец? Говорит, ну, понимаешь, вот у них там отпуск, они едут в Европу, например. И дальше начинают сравниваться. Вот я был неделю в Европе, а сколько стран ты видел? Говорит, ну, там, три, другой, ой, три, я пять стран побывал там, а здесь такая А14. Знаете, и все за неделю. Почему это происходит? Потому что долго, сложно, когда в следующий раз выберешься. Понимаете, это же, это даже не только вопрос денег, хотя это тоже важный вопрос, но это еще вопрос того, что перелет тяжелый, и после такого перелета сколько дней должно прийти, чтобы более-менее акклиматизироваться. А вот как раз к концу поездки акклиматизировался и обратно второй раз акклиматизировался. Поэтому я даже не знаю, что там такого есть. Значит, Канада. Канада, сказать по правде, тоже небольшая, с точки зрения населения и с точки зрения экономики, страна. То есть, ну, никак не сравнимо с Евросоюзом. Там население меньше, чем в Польше. Ну, больше, чем в Венгрии. Понимаете? Вот. И я тоже не очень понимаю. Ну, то есть, не знаю. Ну, конечно, Канада и США, и Австралия, будучи такими иммигрантскими странами, они меньше, может быть, человека так придавливают сверху. То есть, как бы, иммигрант совершенно нормальный человек. Там никто не обращает внимания, что он иммигрант. А, допустим, в мононациональных странах, то есть, как бы, иммигрант, у него свое место есть там. Это правда. Но я не понял. Я не понял, что он хочет. То есть, он говорит, вот у меня план, сейчас ему 20, там, сколько там, 5. Значит, у него план лет на 7. Лет на 7. Чтобы оказаться, значит, там, в итоге в Канаде или в Австралии. Но не в США. Потому что в США это надо как-то что-то делать для этого. Какую-то рабочую визу получать. Потом, значит, там, говорит, карту. Это слишком сложно. Не-не-не, это сложно. Это он вот только, знаете, вот так, чтобы с гарантиями вот вступил в какой-то процесс, тебя там пока рассматривают, там еще что-то тебе рассматривают. А у тебя в это время жена, а тебе уже 32 года, не знаю, сколько там жене, может быть, тоже так близко к этому. И вот, и они только начинают там жить, в этой Австралии или Канаде. Это если ничего не изменится в законодательстве, если ничего не изменится в экономических процессах, если он реально сможет заниматься программированием, потому что, может быть, он не очень сможет. Не в смысле того, что мозгов не хватит. Я это даже не имею в виду, но бывает. Если человек такой вот гуманитарный, он, конечно, многосторонний, так, талантлив, это здорово, одарен разносторонним. Но может оказаться, что он, как вот это гуманитарное его начало, оно возьмет вверх и ему станет скучно. Правда. Да. Все-таки, знаете, 25 лет, и я думаю, что ж такое 25 лет, и он не знает, что хочет от жизни. Много детского он в этом, я бы сказал так. Я пытаюсь из этих слов, которые там были в письме, понять, может быть, какой-то вектор такой есть в его жизни, который, может быть, со стороны лучше заметен. я не вижу этого вектора. Учился, потом пошел учиться, бросил. Почему бросил? Какую-то работу получил. А что за работа такая? А у него после, после этого, после налогов остается 1100 долларов. Йо-моё! Как жить-то? Тебе ему уже 25 лет. Это же не то, что ему 19, там, понимаете, 2100 долларов. И это же, это же страна Евросоюза, это не, ну, в Белоруссии, наверное, были бы большие деньги, 1100 долларов, я так думаю. но в той же Белоруссии, там, ребят, которые работают в IT, там, на аутсорс, на офшорных проектах и так далее, они гораздо больше получают. Его ровесники. Поэтому, а и что впереди у него? И он говорит, вот это все все равно уйдет потом. Это сейчас оно идет в Польшу, а дальше оно, наверное, уйдет куда-нибудь в Индию. Может, и уйдет в Индию. А что ж ты там учиться бросил ради этого всего? Ну, я не знаю. Вот, все-таки, была линия. Вот он мог пойти на магистра, на PHD, он мог бы стать там PHD, там, венгерской филологии. А ему была бы прямая дорога куда-нибудь в университет. И венгерская филология, наверное, вот по всему миру где-то есть. Может быть, в Польше ее больше, чем там, я не знаю, в Канаде. Но, наверное, где-то было бы ему место. Вот с этим. То есть, уже какая-то такая вещь была бы. Я не знаю. Мне все это очень странно. Я думаю, вот что, народ, я так порассуждал, чего мог, сказал. А дальше давайте вы, вот те, кто нас смотрит сегодня, ну, в тот момент, когда вы смотрите, вот давайте я переверну на прощание, значит, туда переверну камеру на дорогу, чтобы у вас не было ощущения, что вы не видите местность. Вы видите тучки, так немножко пасмурно, довольно тепло. Вот. И я думаю, что может быть, наша аудитория, а наша аудитория, надо сказать, совершенно удивительная, потому что я каждый раз, вот когда комментарии читаю, я обнаруживаю какие-то очень тонкие, очень меткие замечания. Иногда бывает, вот ходишь, потом целый день думаешь, вот человек что-то сказал, и думаешь, вот, начинает крутиться что-то в голове. Поэтому я очень надеюсь, что кто-то что-то посоветует. Не в том смысле, что там поехидничать, типа, мол, там с жиру бесится, там, или еще что-то. Хотя это тоже присутствует, безусловно, это можно, можно так сказать тоже. Вот. Но я имел в виду в позитивном таком ключе. Может быть, вы что-то парню присоветуете. Счастливо!